Суматра в Индонезии и 35% в Кении в Ньянке. Пока вы знакомитесь с моим кофе подробнее, я хочу приготовить эспресс-эспрессового авторского напитка, потому что он должен охладиться. Высота произрастания моего кофе непосредственно Индонезии в Суматре это 1400-1550 метров над уровнем моря. Они посредствуя Кении растет на высоте от 1700 до 1800 метров над уровнем моря. По способам обработки они также отличаются. Индонезия-Суматра полувлажная обработка, 30% ягоды высушиваются на солнце до 30% влажности, а затем очищаются. ño-п genres. Фоно-плажной обработки. Их реклама. Почему именно такой состав кофе? Потому что Индонезия меня сразу привлекла своей сладостью, плотностью, округлостью. А Кения мне очень понравилась тем, что она очень насыщенная и яркая. Ярко выражает и ягоды. И поэтому я решил совместить и то и другое, чтобы сделать мой кофе более сладким, насыщенным, с чудесным ароматом. Итак, если вы не позволите, я приготовлю для вас свой молочный напиток, это будет капучино. Молоко у меня 3,5% жирности с естественной сладостью, что позволяет мне подчеркнуть плотность моего эспрессо в кофейном напитке молочном. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почувствовать сливочную текстуру, плотность инжира и немного рычагового масла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Немножко арахисового масла и в плоскости будет инжира. Пожалуйста, мой капучин для вас. Сейчас я приступлю к приготовлению второй партии капучино. На моих вкусовых, качествах напитков вы можете посмотреть на обратной стороне карточек, которые находятся слева от вас. Достаточно их просто перевернуть. Продолжение следует... 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 Минусы в авторских напитках легко, просто достаточно помешать немного макалия в авторских напитках и сделать два последствия в портах. Повторюсь, что инжиром я хотел почерпнуть плотность своего авторского напитка, а черника и красной смородиной я решил выделить кислотность своей садовой вишней, которую вы почувствовали в экспрессе. Пожалуйста, мой авторский напиток для вас. Повторюсь, достаточно просто перемешать два раза в бокале из этого последствия в платках и насладиться вкусом моего авторского напитка. Для вас рад был выступать я, Андрей, и студия Артем Лебедовна. Итак, ваши борные-борные-борные аплодисменты. Кравченко Андрей, кафе-студия Лебеди ВД Риджинал Ван. Мы сюда немножко отойдем, не будем все дефишать. Расскажи немножко мне уже совершенно спокойно, например, прославлено про кофе. Мой кофе очень необычный во вкусе, не то чтобы он ровный, он такой, знаешь, яркий очень. Я сейчас всегда попробую садовую вишню, сразу чувствуется такая маленькая кисленькая с косточкой. Вишня? Отгадал? Да. Маленькая кисленькая с косточкой. Не, ну просто бывают разные вишни, там сладкие и не сладкие. Это прям вот садовая, которая растет дома, и она не сладкая. А ты в авторском напитке использовал... Карамель. Арахисово-инжирный. Арахисово-инжирный карамель. Арахисово-инжирный карамель. Там... Сам делал? Да, все сам. Сначала нужно было взять арахисовое молоко, потом... Действительно. Если кому надо арахисовое молоко, обращайтесь. Промышленное производство. На самом деле это действительно очень процесс. Нужно сначала отбавить арахис, потом его в блендере с водичкой один-то перемешать, отжать все. А непосредственно инжирный карамель получается с добавлением арахисового молока и инжира очищенного. И с сахаром варится, все это потом за ночь остывает, и на следующий день уже может, в принципе, использоваться. Хранится она около двух недель, наверное. То есть она не скажем портящаяся, в отличие от арахисового молока, который через три дня уже все выгорает. Ну да, давайте тогда я перейду просто сюда, чтобы... Я здесь просто... А кто делал дизайн? Наша студия. Само собой. Своей личностью, мне кажется, тоже можно сказать, а... Я, к сожалению, своему даже не знаю конкуренту, судья времени. Ну, мы тоже не знаем. Из таких крупных. Так, это, да, на самом деле, вот это, скажу честно, это будет первый мой опыт. С такой смесью? Да, со смесью Суматры и Келье. Поэтому это вдвойне интересно. Суматра, я недавно, совершенно случайно, попал на капинг суматранского кофе. И это было... Ну, то есть там было, как правило, всех Суматры относятся очень, ну, не то чтобы предвзято, да, но как бы очень так... Ну, Суматра. Да, там было прям несколько образцов, которые мне лично прям очень понравились. Что-то очень интересно. А вы готовите ее? Ну, может быть, будете там, не знаю, в твоей смене, вот, ближайшую. Не знаю, но в моей ближайшей смене, если только попробовать, в гостинском кофе-классе... Можно будет зайти, да. Заходите, подходите к Андрею. Да, действительно, это очень интересный эспрессо, очень необычного фунсового профайла. Да? Тем временем, на следующей станции большое спасибо еще раз Андрей, кафе-студия Лебедева, Никитская, из Ориджинал. Можно нам поменять? Микрофон, носители микрофона. И мы переходим, перейдем на... К нашему следующему участнику Тарзай Фрамиль Город Москва Тарзай Фрамиль